Мир вам, дорогие друзья! Мы вновь рады с вами встретиться для продолжения исследования Слова Божьего, где мы размышляем над общей темой великой борьбы. И сегодня мы вместе с вами вспомним тех героев веры, которые оставались верными Богу, независимо от тех гонений, которые были обрушены на них. Христиан на протяжении многих веков, мужчин и женщин, которые следовали Слову Божьему и были верны Иисусу до конца, до конца, даже до смерти. И жертвенность вселяет в нас мужество и дает нам пример, как и мы должны быть верны нашему Господу сегодня. Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе в это время. Мы будем открывать Слово Твое, поэтому просим, пускай Дух Твой Святой объясняет нам. Помоги нам понимать истины Твои, чтобы и сегодня, в то время, когда мы живем на земле, и мы всегда оставались Тебе верными. Молитва нашего имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Здравствуйте, братья. Я рад вновь с вами продолжить исследование Слова Божьего. Сегодня тема очень важная, и мы много пророческих мест пересмотрим вместе с вами. Вспомним историю христианской церкви и гонения в средние века. И давайте мы начнем с чтения Даниила, 7 глава, 24 по 25 стих, а также Откровение, 12 глава, 6 и 14 стих. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, а после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени, времен и полувремени. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И даны были жене два крыла Большого Орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Итак, давайте мы разберемся, о каком пророческом периоде здесь сказано в этих двух отрывках. Ну, это очень интересно, что все три текста говорят о одном и том же. Потому что откровение, как бы повторяет Даниила, времени, времен и полувремени. А откровение 12.6 дает нам цифру 1260 дней. Мы находим на страницах Библии такую закономерность. Один пророческий день в Библии означает год. И мы находим это, когда народ шел через пустыню, потом еще пророку Бог говорил, что тебе нужно будет лежать на боку Езекиилю 40 дней, это день за год. То есть мы находим. И если здесь мы возьмем время, это год, времена, это два, и полувремени, еще полгода, когда мы это все сложим, у нас получается 1260. То есть все эти три текста говорят об одном и том же пророческом отрезке времени. Хорошо, значит мы видим 1260 дней или 1260 пророческих лет. Да, что-то будет происходить в этом. Ну хорошо, а где мы видим начало и конец вот этого периода? Или скажем так, мы можем определить конец, потом определить начало или начало и конец, как вы думаете? Ну нужно рассматривать эти тексты. Мы все хорошо знаем пророчества Даниила. И когда мы изучаем пророчество, особенно об истукане, о том видении Даниила, мы можем проследить последовательность всех царств. И о каждом царстве отдельно Даниил конкретно рассказывал и даже называл по имени. И вот когда мы уже, мы знаем, Вавилон, Мидоперстия, Греция, это точно все названо. А потом говорит, восстанет после Римской империи, восстанут 10 царей. То есть мы приходим уже в 10 царей, а этот текст, который мы читали, а 10 рогов, значит, что из этого царства восстанут 10 царей. То есть из Железной Римской империи восстанут 10 царей. А после этого из этих 10 восстанет иной, совсем другой царь. О чем говорится здесь, что у него будет немножко отличительная власть. То есть власть этого царя будет отличаться от власти земных царей. Это очень интересная деталь. И этот царь начнет говорить что-то против Бога, против Всевышнего. Он возмечтает отменять законы и это. И когда он восстанет? Когда из тех 10 царей, троих, он уничижит. Некоторых даже уничтожит. Вот момент, когда пострадает очень сильно вот три царя, будет моментом как раз воцарения вот этого очень странного и интересного царя, который здесь описывается. И каким датам мы приходим? 538 год от рождения Христа, то есть нашей эры. И действительно, как раз на эту датировку, это отсчет вот этого малого, как можно сказать, периода пророческого, 1260 дней. И когда он закончится, имея уже точку отсчета, как ты спросил, то можно и увидеть... Но почему мы берем начало 538 год? Вот как ты думаешь? Вот как раз вот эти три племена, три народности, три народности, они сдались, они держались до последнего притеснения в Европе, которые были, и датировкой 538 год, вот варвары, остготы, вот эти три племени, они отступили и вошли в сговор. В союз, скажем так. В союз, да. Ну, в принципе, мы понимаем, что они были уничтожены, часть была переселена, как-то в то время решались вопросы, не то, что сейчас, как говорится. Мы видим, это вестготы, вандалы и остготов. То же самое, это были три христианских племена, или, скажем, народности, которые были уничтожены, в принципе, они потом полностью исчезли. И поэтому мы видим то, что четко и ясно со священным писанием, где говорится, что три рога были вырваны, да. Мы видим, 538 год четко и ясно приходит. На это же самое время мы понимаем, что происходит. Папская власть, церковь начинает брать власть в свои руки. Мы видим постепенно, да. И мы видим, как зарождается вот эта власть, которую мы будем еще дальше рассматривать. И вот с 538 года, отчитывая 1260 лет, мы приходим к какому году? 1798 год. А что там произошло? Если это конец этой власти, скажем так, потому что это мы видим период четко и ясно этой власти. На протяжении всех этих веков папа был выше всех царей, всех правителей, кто были на земле. Но вот в этом 1798 году французский генерал Бертье, это был генерал Наполеона, он взял папу в плен, лишил его власти. Это было что-то необычайное, потому что вот эта французская революция, когда восстали против католической церкви, и, ну, есть сказано, что как бы нанесли смертельную рану. То есть папа был взят, арестован, посажен в тюрьму. И ихняя власть, она в принципе больше никогда не восстановилась до того момента, который они имели власть и силу до того момента. До уровня. Да. И как вот это пророчество, исполнение это пророчество, вот укрепляет нашу веру? Когда мы читаем вроде Даниила, скажем так, как это так давно Господь передавал, и мы видим вот исполнение, вот прямо в истории четко и ясно это указывается. Укрепляет ли нашу веру? Конечно, безусловно. Мы еще раз и еще раз видим, насколько актуально Слово Божие, насколько важно доверять Ему и буквально каждому Слову. И вот этот период Бог не оставил во тьме народ и в неведении, что делал и старался делать, и что делать до сегодняшнего дня, предводитель сил тьмы, дьявол, он как раз и хочет держать во тьме, а Бог информирует, рассказывает, даже как бы это тяжело было услышать про смерть, про гонение. Многие говорят, пострадают, но он этого не скрывает. И люди были верны до конца и послушны, если придерживались указаний и Слова Божьего. Ну, текст, который мы читали, вот Откровение 12, 14, он говорит, Бог предупредил, мало того, что предупредил, и даны были жене два крыла Большого Орла, чтобы она летела в пустыню, свое место от лица змея. Бог предупредил, будут гонения, на протяжении вот всех этих годов будут страшные гонения. Дьявол хочет уничтожить вас, мой народ, но я вас сохраню, остаток будет верен всегда. Пришлось убегать, пещеры, в горы, но Бог всегда заботился о своем верном остатке. И следует дальше наш урок, давайте мы прочитаем Юды, третий и четвертый стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвизаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы видим, что послание Юды было написано незадолго до 65-го года, и он предупреждает церковь о чем-то. О чем он предупреждает? Самое главное, что он предупреждает? Вкрались некоторые люди в церковь, причем эти люди нечестивые. И также он говорит, что повод к распутству, и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть это тоже очень хорошая, точная характеристика. Если внимательный читатель и будет сосредоточен на этих характеристиках, то можно распознать это время. Как они отвергали небесного владыку Бога Иисуса Христа? Мы знаем, что после Библии нам свидетельствует, когда Христос воскрес, Он вознесся на небо. И Он сейчас там, как наш ходатай, служит. И вот что этот царь, который пришел, этот рог, что Он делает? Здесь очень хорошо нас предупреждает, что Он будет превращать это все, отнимать у Него все это, то есть все служение будет перенаправлено на земных служителей, которые будут заменять и превращать служение Иисуса Христа. То есть мы видим на протяжении вот этого периода, 1260 лет, этот зверь, он будет иметь власть, он будет творить многое, что мы видим четко и ясно. И вот Иуда в 3 и 4 стихе, он предупреждает вот от этих событий, что будет происходить. Это четко и ясно проявилось именно в средние века. Если вы любите историю, то почитайте, посмотрите, и вы увидите просто, что Священное Писание предупреждало, наперед пророчествовало, оно четко и ясно сбывалось. Как Он действовал, что Он делал, как Он убивал святых, как Он уничижал закон Божий, и так далее, и тому подобное. И вот здесь интересно, что читая в Откровении 2 глава, мы видим, какое Бог дает обетование. Откровение 2 глава и 10 стих, пожалуйста. Не бойся ничего, что тебе надо, но будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, но ты будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. То есть какой здесь основной принцип? Мы видим верность. Верность до смерти даже. Как вы думаете, это легко? Вот в то время, читая вообще историю, мы помним, если мы вспомним даже вообще гонения христиан, они в принципе начались еще с Римской империи, скажем так. И они в принципе не закончились аж до того, до Французской революции, скажем. Ну чуть раньше началась реформация, чуть раньше, но, скажем так, удар был нанесен уже во время Французской революции. Кого мы можем вспомнить и увидеть, какие были там проблемы многих героев веры, которые отдали свою жизнь просто за то, что они оставались быть верными. В нашем вступлении даже говорится о городе Смирне, то есть это сегодня современный Измир в Турции, говорится о Поликарпе. Вы помните, что этот был смиренный человек, верующий Богу на протяжении всей жизни. И что с ним случилось? 86 лет его что? Его приговорили к казни и говорят, ну давай, или ты действительно сейчас этот приговор будет исполнен, или есть шанс отречься. И мы читаем, что этот человек очень умно и точно ответил, как я все 86 лет, этот, у кого я верю, Спаситель, ничего мне не сделал плохого, а вы предлагаете мне отречься, то есть человек пошел на... И скажем, казнь была непростая, их сжигали, их сжигали. Если исторически, я вообще был в Колизее в свое время, Бог дал нам возможность посетить, и вы знаете, мне немножко жутко стало, потому что, читая исторические моменты, мы просто поняли, что там огромное количество христиан погибло. Как от рук Римской империи, а позже это было, это уже было христианское, христианский Рим, то же самое. Просто жутко. Я стоял на том месте, и у меня даже слезы накатывались, я просто понимал, тысячи и тысячи христиан, которые верили, доверяли Богу, их там сжигали, дикие звери их разрывали, да, и мы читаем исторические факты, говорят, что они пели, они пели, слава Богу. Многие говорили, мы видим Господа, сидящего на троне, понимаете, поэтому сегодня, живя в этом мире, слава Богу, что мы в той стране, в которой мы живем, мы имеем свободу, вероисповедание, нас никто не гонит, мы можем спокойно собираться, молиться, читать Слово Божие, но важно понимать, что верным Богу надо быть независимым, в каких ты обстоятельствах находишься. дьявол меняет тактику свою постоянно, в то время он действовал так, он убивал христиан, уничтожал их, он отбирал у них Писание и Слово Божие, из-за того, что у человека, где-то кому-то поделился Словом Божьим, ты просто шел на костер, или пасть, или львам, сегодня у нас свобода, но дьявол остался тот же самый, он сегодня открывает перед нами, вот эти все гаджеты, вы Библию можете найти, у каждого есть в телефоне, в айфоне, вы ходите на ютуб, вы можете посмотреть, тысячи и тысячи проповедей, но у него своя тактика, он сегодня, в этот же телефон, дает разные социальные сети, которые отбирают у меня уйму времени, то время, что я мог бы читать и изучать Библию, я занимаюсь совсем другим, и он вливает в меня что-то, также те проповеди, которые я слушаю, как мы уже говорили, они понемножку где-то примешивают то и сё, и он может меня не гонить сегодня, как тех христиан, но он может отобрать у меня и закрыть мои глаза на истину, и я могу последовать не за тем зоом. Давайте мы несколько стихов из Священного Писания по одному прочитаем и немного порассуждаем. Давайте первый отрывок, это Деяния апостолов, 5 глава, 28 по 32 стих. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно ли повиноваться больше Богу, нежели человекам? Бог Отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницую Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всём мы и Дух Святый, который Бог дал повинующимся ему». То есть мы вспомним эту историю, да, этих учеников, скажем так, арестовали, сказали так, слушайте, вы что-то тут слишком много разговорились, давайте договоримся, вы тут тихонечко ничего не проповедуете, и мы вас отпускаем. Но Петр, извиняюсь, что сказал? Должно ли вас больше человека услышать? Или Бога? Так, мы можем так, мы не можем. И мы видим, с какой ревностью, вообще интересно, да, еще несколько, скажем, месяцев назад Петр был, скажем так, боялся Иисуса, признать, что это Господа, отрекся, да, а сейчас мы видим, как Дух Святой работает над человеком, и какой смелый был Петр, и как он проповедовал Евангелие. Это очень важно, это большой пример для нас, да. Давайте читаем дальше, Ефесянам 6 глава с 10 по 12 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружии Божьи, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите во всеоружии Божьи, дабы вы могли противостоять в день злый, и все преодолев устоять. Павел вообще здесь переводит в плоскость войны, скажем так, да, и он говорит оденьтесь во всеоружии, потому что, ну, Павел, во-первых, он прекрасно видел римских воинов, все, и здесь он четко и ясно говорит, что наша битва, да, против кого? Против духов злобы, против, да, то есть это, он четко и ясно описывает великую борьбу, борьбу за умы, да, но вот там он вспоминает вот эти доспехи, что они играют, какую роль они играют для нашей жизни сегодня? Ну, доспехи всегда, мы знаем, что это за доспехи, это истина, это вера, это Слово Божье, меч, то есть тем, все то, чем мы можем отбивать стрелы лукавого, потому что, как мы можем узнать, что это не истина, только основываясь на Слово Божьем, если у нас не будет веры в Спасителя Иисуса Христа, нам будет очень легко сбить, и кто-то, мы можем последовать за кем-то другим, то есть это обязательные атрибуты для верующего христианина, которым мы должны пользоваться каждый день. Это духовное оружие, потому что он предупредил, мы сказали, если бы вы воевали против крови и плоти, то вам нужны доспехи, там можно ухо отсечь, как это было с петро столовыми, но тут, говорит, тут это оружие не подходит, вам нужна, это духовная война, вам нужно духовное все оружие. И откровение 3 глава, 11 стих. Сеграду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Аминь. Кстати, это уже вторично. Мы вначале прочитали с вами, что держи венец твой. Мы знаем, жрецы в прошлом пользовались, когда жрец верховного божества умирал, то возлагали венец ему, и там целая процессия, церемония. А Бог говорит, а у меня для тебя есть венец, нетленный венец, и это уже второе место. Держи, что имеешь, гряду скоро. И получишь венец. Люди шли, люди шли до конца. Да. И то есть мы видим здесь, очень важно заметить, что Господь говорит, что держи этот венец, потому что, чтобы не потерять ту жизнь вечную, то благословение, которое Господь дарует нам. Интересно, вновь заметим, здесь очень важно, мы говорим о периоде 1260 лет, вот этой тьмы, средневековья, когда правила вот эта система, которая унижала закон Божий, которая закрыла священное писание. Но Бог имел своих людей, Он имел свой верный остаток. И вот одно из исторических данных нам говорится о таких людях, которые жили в Италии, это вальденцы. Кто они такие? Почему они так важны вот нам в понимании, что все-таки были люди и народности, которые не поклонились, не приняли вот эту власть? Да, это были очень смелые люди, и мы можем очень много сегодня читать, находить информации, но если обобщить и так коротко описать, рассказать, эти люди, которые стояли на строжайших принципах, чистого, бескомпромиссного, без домисей, Слово Божьего. И они потерпели гонения очень сильные. Для того, чтобы уцелеть, мы процитировали, мы с вами говорили, что было дано два крыла, вот как раз, наверное, это очень и подходило к тем последователям, им же, что скрывались в горах Италии, Франции, как мы заметили, там жили такими семьями, жили надеждой, и это родители воспитывали прекрасных детей, прививая им любовь к истине, что они не боялись, они были смелыми, и они могли быть дальше теми, кто распространял это слово. Это те первые протестующие против тьмы. Да, еще есть свидетельство, что священное писание они переписывали от руки и заучивали наизусть целыми отрывками, целыми этими. Так они учили своих детей. И то есть, когда это выучено на память, у тебя его забрать не могут. Вот это хороший пример сегодня нам. Хотя сегодня священное писание Библии везде, но как мы его изучаем? Потому что то, что сегодня мы посеяли или как бы запомнили в нашем сердце, в нашем разуме, оно с нами будет навсегда, и мы всегда можем обращаться к нему в любое время. Вот они так тогда жили, изучали и распространяли тоже. Они все равно ходили и разносили его, делились это с другими людьми. Как раз вот книга «Прекрасная и великая борьба» предлагает вот краткий абзац. Вальденсы были первыми в Европе осуществившими перевод священного писания. За сотни лет до начала реформации они уже читали Библию в рукописных списках на своем родном языке. Они имели истину в неискаженном виде. И это сделало их предметом особенно ненавости и преследования. Они подверглись очень ужасным преследованием и уничтожением. Исторически мы читаем, что они были просто уничтожены практически полностью. Папская власть приложила все усилия для того, чтобы они были загнаны в горы специально, где они были сброшены. Многие в холод, в голод и, к сожалению, были уничтожены. Но вот какое вдохновение дают, когда мы читаем историю вальденсов для нас, современных людей, что оно дает нам сегодня? Вот что особенно для меня трепетно, что я заметил из этой истории, это то, что родители и вот те духовные лидеры, те пасторы в тех стесненных обстоятельствах, они сумели передать любовь к Богу и к истине своим детям. Вот мне кажется, это особенно важно сегодня нам, чтобы мы сумели передать тот луч той любви, чтобы дети, молодежь почувствовали вкус этого сладостного духовного хлеба, чтобы они были стойкими, чтобы они были бескомпромиссными, потому что вот то, что они заложили, их дети потом распространяли дальше, опускались в низины, получали образование, и так дело Божье продолжалось. Это то, что важно в наше последнее время, оставить детям. Мы с вами говорим о периоде 1260 лет, темном периоде времени, но в это время начинает зарождаться что-то. Позже это будет названа реформация, но вначале это было желание исследовать священное писание. Вот эта радость, которую приносило изучение простого священного писания, потому что люди были голодны, они не имели доступа к священному писанию, потому что священное писание не переводилось, оно было закрыто, предназначено только для священников. Никто, простой человек, не мог никак прочитать священное писание. И вот давайте мы с вами прочитаем несколько стихов из Псалма, а также из Еремии, чтобы увидеть вот эту красоту, отношение, какое здесь отношение к священному писанию. Псалом 100, извиняюсь, Псалом 18, 8 по 9 стих. Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, оно умудряет простых, повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи. Она говорит, веселят сердце, просвещает очи. Вы видите, что случается с человеком, когда он приступает к изучению, чтению священного писания. И здесь даже конкретно говорится, не то, что священное писание это закон, конечно, но это конкретно о законе говорит, то, чего люди, во-первых, церковь тогда не хотела священники, чтобы люди это знали, ну а сегодня как-то люди тоже законы Божьи откладывают в сторону, вот то, что укрепляет душу, то, что просвещает очи и веселит сердце, это не для нас, это евреям. Псалом 118-й, 140-й стих и 162-й стих, пожалуйста. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Люди, желание следовать Божьим. Я не знаю, но вы знаете, что Бог дал нам возможность тоже застать это время. Я помню, мы еще были при Советском Союзе, Священное Писание не было распространено. Евангелия были вот такие маленькие, которые, хорошо мне тогда зрение было, еще получше я мог читать его. Я помню, когда мама Библию привезла, мне было 13 лет, это было что-то невероятное, потому что не было доступа. Мы читали Священное Писание по очереди, потому что и так, странички были такие, знаете, как очень тоненькие, надо было очень аккуратно переворачивать, чтобы не порвать. И вот такое желание, я помню, когда было, когда мы просто поглощали Священное Писание, это было просто невероятно. И мы видим, что оно радость приносит, потому что здесь четко и ясно говорится, да? Я думаю, у каждого из вас тоже был такой опыт, потому что вы тоже, я думаю, застали то время в Советском Союзе, когда не было такого доступа к Священному Писанию, как сегодня. Но вы себе представьте Средние века, вот мы вспоминали вот эти 1260, почему они называются темными веками. Не было света. Не было света, а здесь говорится, что слово твое есть свет. Светильник стезе моей, светильник моей. Вот церковь забрал, дьявол забрал этот свет, поэтому на темные века. Если представьте, насколько это было страшно и мучительно, особенно для тех людей, которые мы читали сегодня, переписывали слово, изучали, учили своих детей, имели желание поделиться этим светом с кем-то, их за это на костер. Это было очень страшное время. очень трудное. Да, тот период сатане удалось ввергнуть во тьму человечества, но так же мы знаем, заморозилась и наука, и техника. Прогресс. У дьявола была одна цель уничтожить священное писание полностью, чтобы люди не могли. Но мы видим, что Бог через вот этих всех своих последователей, он все-таки пронес, перевел это слово и мы сегодня читаем. Иеремия, давайте, 15 глава и 16 стих. Обретены слова твои и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже, Саваоф. Да, просто уникальное отношение мы видим, что здесь не то, что я просто почитал, а здесь говорится, что я съел их. Это такое образное понимание. Кстати, мы читаем и в Даниила, есть тоже такое съел свиток. Мы прекрасно знаем, что это священное писание, тоже свиток. Как это так? Съел? Что это такое? Это означает, я так думаю, впитал. Это стало частью моей, частью моего естества. Теперь, я часть этого слова, а слово часть моего. И это, мне кажется, вот этот стих, который говорит, что уже не я живу, а живет Христос во мне, когда я его принимаю. Вы с вами вспоминали тексты раньше, что слово воплотилось, пришло на эту землю, Христос. Когда мы принимаем слово его, как бы съедаем, впитываем его, живем по этому слову, то тогда и наша жизнь совсем другая. Питаясь этим хлебом, мы можем различать и понимать, потому что это слово в нас, и мы можем оценить, как действовать, на чьей стороне, и в плане как раз великой борьбы это очень важно. Только благодаря слову живому, которым мы питаемся, оно производит и делает этот важный результат в нашем создании, мы знаем, где мы находимся, куда движемся, где Божья сторона и на какой стороне мне надо находиться. Вы видите, очень важный принцип, здесь еще нам нужно очень сильно понять, что каждый человек должен читать Библию и понимать. Для того, чтобы понимать, Библия должна быть на его языке, правильно? мы же не знаем еврейского языка, может есть какие-то такие вундеркиндеры, которые могут выучить, мы не знаем, я читаю по-русски, я читаю по-украински, я читаю по-английски, сегодня дал Бог, что я тоже этот язык понимаю. А что происходило на протяжении 1260 лет? Были ли возможны переводы в Библии? Какие-то, да? Что происходило там в то время? Церковь забрала Библию, это вообще священное описание тогда было только на латыни, приковано цепями, к Библии как таковой имел доступ один священник или там ихний первый священник или прилад, как они называли кардинал, простым людям вообще нельзя было читать. Такое ощущение, сегодня находят наркотики, сажают человека в тюрьму, тогда находили какой-то отрывочек из священного писания, он уходил на смертную касть. Вы понимаете, насколько это дьявол серьезно взялся за это дело? чтобы убрать, чтобы вообще не было никакого знания у людей о священном писании. Это очень серьезно он подошел к этому вопросу. И вспоминая вот вообще возможность реформации, мы помним, что постепенно начались переводить Библии, и один из первых это кто был, кто попробовал перевести Библию на английский язык, доступный был для людям. Это кто был? Джон Уиклер. И Господь его побудил, дал возможность ему, хотя Рим в то время хотел его достать, но при жизни он не достал. Он его достал когда? После смерти. Вы представляете? Это не просто не то, что смешно, но все-таки знаете, все-таки показал вот этот жест, что они выкопали его тело, все-таки сожгли и рассыпали этот пепел. Ну, это очень низко поступили. Это еще раз показывает истинное обличие дьявола и тех людей, которые были в то время на его вооружении. Но он сделал свою работу. Это был огромный прорыв. Мы видим, что он вообще называется «Утренняя звезда реформации». Потому что благодаря ему пошел доступ, до него были отрывками некоторыми переведены. Он единственный первый, кто перевел на английский язык, доступный для людей, которые могли читать и понимать. Я представляю ту радость тех людей, которые, скажем так, могли открыть священное писание и читать и понимать эти истории. Это был очень-очень уникальный момент. Итак, мы продолжаем исследовать и мы откроем послание апостола Павла к евреям, 2 глава, 14 и 15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». что же двигало вот этими людьми Вальденце, Яну Гаусу, скажем так, и других, Ирониму, Тенделю, и другим ранним реформаторам, что двигало? Потому что их жизни угрожала смерть, и они практически все были уничтожены этой властью. Что двигало? Почему они решили вот это проповедовать и говорить об этом? Ну тут, наверное, внутреннее состояние, та любовь и то, что они пережили до этого момента, вкушая Слово Божье, доверяя Его обетованиям, запрещая, не запрещая, оно сжило, оно, и они не могли пойти на компромисс, замолчать, это была та движущая сила, которая имела очень огромную силу и двигала ими, они передавали это Слово, они помнили слова Иисуса Христа даже, ибо я живу и вы будете жить, то есть вера и доверие Слову Божьему двигало ими каждый день в их жизни. Это еще, мне кажется, началось с апостола, помните, апостол сказал, думаете, вы меня убьете и все? Для меня смерть, это приобретение, потому что вот эти в средние века, вот эти все реформаторы, вот они, которые шли на смерть, а у них точно та же вера была, они не боялись смерти, потому что они видели, что спаситель способен их поднять из могилы, их ожидает вечная жизнь, поэтому они не боялись стать лицом перед судом и перед инквизицией. вспомним Яна Гуса, он был брошен в тюрьму, где холод, сырость, где лихорадка, да, и он все равно оставался чуть ли, он там уже чуть не потерял свою жизнь, да, но тем не менее он благовествовал, он молился, он проповедовал, он не останавливался, пока не была его жизнь остановлена костром, который были, они были сожжены, и для меня, конечно, сложно сегодня понять, почему могли они убивать других людей, скажем-то, власть, но я понимаю, что за теми людьми стоял дьявол, он хотел, он понимал, что это движение, новое движение реформации, ему во что бы то не надо было остановить, да, вы помните, даже в откровении написано, и рассверепел дракон на кого? На жену и на последователей ее, потому что он старался их уничтожить, но где люди черпали свои обетования? Вот смотрите, в Священном Писании, давайте мы вместе с вами прочитаем Иоанна 5 глава 24 стих и 1 Иоанна 5 глава с 11 по 13 стих. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но пришел от смерти в жизнь, свидетельство Сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и Сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал Я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Как эти обетования сегодня нас укрепляют? Во что верили ранние реформаторы? Они знали, что жизнь вечная что? В Иисусе Христе. В Иисусе Христе. Они уже получили, независимо от того, и они оставались быть верными до конца. Но я вам скажу, они и нам сегодня помогают. Конечно. Они должны нам помогать, потому что нас вроде жизнь легче, нас никто не преследует, но все равно приходят трудные моменты, иногда приходят болезни, иногда переживания, иногда мы не понимаем, что творится в сообществе вокруг нас, но Иисус всегда рядом. И Он говорит, Он предлагает нам жизнь. Если ты знаешь Сына Божия, ты имеешь жизнь вечную. То есть мы видим что-то дальше. В конце нашей жизни есть еще что-то. Что значит потерять все ради Христа? Это значит приобрести что-то еще большее. Что мы можем потерять здесь? Ведь посмотрите, даже самые богатые люди, миллионеры, миллиардеры, они заканчивают свою жизнь. И очень часто мы читаем, о, умер, потому что была вот такая-то болезнь, и он там 85 лет скончал. А дальше что? Или даже простой человек, который работал с вами, возле вас на работе тоже 70 лет, ну, умер. И дальше что? То есть что можно потерять? Я не вижу что-то такого, что можно потерять. Потому что, и поэтому сказал апостол, для меня смерть это приобретение. Если мы приобретаем Иисуса Христа, если мы приобретаем Мессию Спасителя, мы приобретаем все. И жизнь наша будет интереснее, мы читали с вами, и веселей, и радостней, и светлей с Иисусом Христом. Мы должны понимать, что не все живут в такой свободе, как мы. Кто-то, может быть, сегодня переживает гонения, мучения, страдания. Мало того, мы знаем, что дьявол к концу времени усилит свое давление, и будут гонения, и будут переживания. Поэтому мы уже должны сегодня быть готовыми, готовыми, как вот эти герои веры, которых мы сегодня вспоминали, которые на протяжении этих темных веков, 1260 лет, они были верны. Вот эта цепочка верного народа Божьего, она оставалась до самого конца. Поэтому Бог и сегодня и нас призывает, чтобы мы были тоже верны Ему до конца. И готовы мы быть рады потерять все ради Господа нашего Иисуса Христа. Здесь уместно еще один текст прочитаю. Это Марка 8, 36. Ибо какая польза человеку, если он приобретет даже весь мир, но душе своей нам вредит. То есть мы можем приобрести все в этом мире, но если наша душа не с Христом и не спасена, смысла в этом нет. Поэтому лучше не иметь ничего и терпеть лишения, иногда и гадения, но быть Иисусом Христом, тогда мы приобретаем вечную жизнь, вечный мир. Спасибо большое. Дорогие друзья, Господь оставил для нас огромный пример. Мало того, что сам Господь пострадал, мы сегодня вспоминали тех ранних реформаторов, которые потеряли все ради Господа. И как мы уже читали, что пользы, если мы приобретем все, а потеряем жизнь вечную. Поэтому Господь приглашает и в вас сегодня. Может быть у вас переживания, трудности, держитесь, потому что Господь укреплял вас и укрепляет дальше вас. Если у вас свобода и достаток, помните, что свобода это тоже огромное испытание, которое не все пройдут. Мы должны быть верными ему до конца. Если мы любим Господа, если мы хотим ему служить, то только Слово Божие нам может указать на истину и правду и провести через эти все трудные времена. Будем молиться, чтобы Господь укрепил нас, потому что надвигаются тоже времена нелегкие, как бы написано в Священном Писании. Дьявол к концу времени он ужесточит свою борьбу с детьми его, с последователями Иисуса. Поэтому, чтобы Господь нас укрепил, будем молиться и будем укреплять друг друга. Давайте в заключении мы помолимся. Бог наш, мы вновь благодарим Тебя за слово, которое Ты оставил для нас. Мы сегодня вспоминали эту историю, эти темные времена, 1260 лет, которые Ты предсказал через пророка Данила, а потом через книги Откровения, через Иоанна. Но мы увидели, Господи, что верные Тебе дети были всегда. Мы хотим быть верными Тебе сегодня. Научи нас, Господь, быть верными Тебе и быть готовыми потерять все ради Тебя. Мы, Боже, все веряем в Твои руки. И славим Тебя единого Отца, Сына и Духа Святого во веки веков. Аминь. Аминь.